МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подскажите, пожалуйста, Михаил Владимирович, в поезде Тараса Бульба правда написано? Нет, в поезде Тараса Бульба очень много преувеличений. Гоголь был человеком своего времени, со своими страстями, предрассудками, можно сказать, поэтому я бы призвал никого к тому, как описаны и казаки, и польско-казацкий антагонизм. Вот на основе Гоголя все-таки не верить, при том, что можно восхищаться его замечательным гигантским талантом. Многие из вас бывали, почти наверняка бывали, на трех станциях, которые носят одно и то же название, Киевская, в московском метро. Их целых три. И вот одна из них самая такая яркая, это, кажется, кольцевая станция, где изображены на мозаиках ярких, надо сказать, впечатляющих очень, разные события из украинской истории. Ну, начиная, кажется, даже вот периода до еще Богдана Хмельницкого, но вот одним из главных персонажей этих мозаик выступает Богдан Хмельницкий. Богдан Хмельницкий, который представлен, в общем, справедливо представлен объединителем Украины и России в середине XVII века, в момент знаменитой Переяславской рады, в январе 1654 года, собрались казаки, собрались русские послы во главе с Бутерлиным, и было оглашено перед собравшимся народом вот это решение казацкого руководства, Богдана Хмельницкого и, с другой стороны, российских, московских властей, царя Алексея Михайловича, взять под высокую царскую руку украинское казачество, во главе которого стоял как раз Гетман Богдан Хмельницкий. Ну, одна из самых таких характерных вещей, которые можно даже кинематографически изобразить, это когда спрашивают у казаков, хотите ли вы быть под властью московского царя, а не да, говорят, хотим быть под властью московского царя, значит, православного восточного. Ну, вот этот хрестоматийный факт может служить нам точкой отчета в рассказе о том, о что, собственно, произошло. Перед этим фактом были две совершенно разные реальности в жизни украинских земель. Первоначально, задолго перед этим фактом, в XVI веке, в начале XVII века, была тиша благодать. Отношение между украинским казачеством даже, между украинской шляхтой дворянством, между украинским городским населением, даже между украинским крестьянством и польскими властями было вполне хорошим. Все были всем довольны, и никто не предполагал, что через 50 лет, если отсчитывать от конца XVI века, казаки, горожане, старшины, духовенство... Старшины – это старшая часть казачества, захотят вдруг перейти из-под власти польских королей, под властью которых они чувствовали себя вполне привольно, хорошо, ну, по меркам того времени, конечно, при том, что вводилось постепенно крепостное право, будут вдруг под власть московских государей. Ну, это вот благополучная точка отсчета. А неблагополучная точка отсчета состоит в том, что вот почему-то с конца XVI века на этих самых привольных, замечательных украинских землях вдруг начинаются постоянные стычки, а потом уже и открытые военные столкновения, а потом и кровавые восстания. Кого против кого? Казаков, крестьян, духовенство против почему-то польского католического духовенства, против польской власти. Это вот мрачная точка отсчета, которая подводит нас к тому, что произошло в итоге, вот в тех событиях, которые так ярко изображены на мозаиках станции метро Киевская в московском метро. Часть православных епископов в конце XVI века решила перейти под власть Папы Римского. Ну, это само по себе, конечно, очень интересно, потому что отправлена была делегация в Рим. В Риме им говорят, о, прекрасно, что вы приехали, устраивают церемонию провозглашения перехода вот Киевской митрополии под власть Папы Римского. А это по тем временам, еще раз скажу, невероятно важный факт, потому что теперь, соответственно, епископы, подчиненные им монастыри, подчиненные им приходы, подчиненные приходам прихожане, должны вот уважать, почитать именно католические вероучительные законы, ну, и перестраивать свою церковную жизнь, а люди в это время были все верующие, на какой-то новый лад, да. И это встречает большое сопротивление со стороны украинского населения. И в этом сопротивлении активную роль играют казаки, начиная где-то с 1610 года. Восстания казаков последовали потом в 1624-1625 году, потом в 1630 году, потом в 1637-38 году. Особенно жестоко было подавлено восстание 1637-38 года. И потом на землях Речи Посполитой воцарилось то, что назвали историки, золотое десятилетие. Вроде бы все урегулировалось. И вдруг через 10 лет, в 48-м году, вот начнутся те снова кровавые события, которые, в конце концов, будут иметь своим пиком появление Богдана Хмельницкого и обращение в Москву к царю с просьбой принять Украину, казачество под власть московского государя. Можно было бы давать другие неприятнейшие, кровавые детали того, что происходит, но нас сейчас интересует не это, нас интересуют мотивы. Одна нить – это социальная нить, потому что на украинских землях против польского владычества и против этой греко-католической церкви восстают казаки, то есть свободные крестьяне, часть которых служит в Запорожской Сечи, а другие пашут землю, имеют прекрасное хозяйство и по временам участвуют в борьбе против крымских татар. И вот эти казаки вдруг теперь восстают против польской власти. И говорят историки, они, мол, угнетены, они против того, чтобы здесь распространялось крепостное право. Ну вот сейчас я скажу, справедливо это или нет. А вот то, что историки тоже знают, но мы как-то не привыкли этому придавать серьезного значения, потому что сейчас мы, люди, если и ходим в церковь, то не так относимся к церкви, к религиозным обрядам, к религиозным верованиям, как это было в 17 веке. Присмотревшись внимательно к обстоятельствам, присмотревшись внимательно к этим людям, вот, как я сказал, взглянув им в глаза, мы понимаем, что для них вопрос веры был суперважным. В 1648 году вдруг в Запорожье, вот в том самом Запорожье, который так живописно написал Николай Васильевич Гоголь, появляется подчиненный польскому королю православный украинский шляхтич по имени Богдан Зиновий Хмельницкий. И он говорит казакам, казаки, меня король обидел, меня обидел мой сосед по моим имениям, и король меня от этого соседа не защитил, помогите мне. Они говорят, ну мы всегда готовы повоевать за правое дело, ты нам симпатичен, давай пойдем тебе помогать. И они устраивают восстание. И вдруг они неожиданно разбивают одну польскую армию, другую польскую армию, идут дальше, дальше. А население, которое к ним присоединяется, говорит, нам уже в каком смысле наплевать на то, что ты, Богдан Зиновий Хмельницкий, там хочешь достичь. Нам важнее то, что нас вот, как они тогда говорили, униаты или ляхи, загрызли и отнимают у нас православную веру. А мы хотим обратно в православную веру. И хотим, чтобы ее никто не трогал. А кроме того, нам хочется, чтобы не было здесь крепостного ерма. А кроме того, нам хочется, нам, казакам особенно, чтобы у нас была какая-то свобода такая особая, которую вот мы сейчас называем в 21 веке автономией и права какие-то особые. И, соответственно, Богдан Хмельницкий вдруг, вопреки своим собственным желаниям, оказывается поднят то, что называется по-толстовски волной народного гнева, волной народного бунта. И успехи его военные благодаря этой поддержке оказываются совершенно умопомрачительные, сногсшибательные. Полгода полного триумфа казацкой армии, поддержавших казаков, духовенство самого Богдана Хмельницкого над противостоявшими ему польскими войсками. А когда вот наш Богдан Хмельницкий возвращается в Киев в январе 49-го года, его встречают студенты, духовенство, киевское население и говорят, «Асанна, Асанна, ты, Моисей, как они выражались, русского народа или русского народа, ты, Моисей, православного народа, который вот сейчас хочет освободиться от вот этого польского ерма, которая для нас обернулась тем, что нас лишают православной веры». Ну, я, конечно, немножко упрощаю, но суть именно в этом. Ну и вот после этого, с января 49-го года, начинается уже систематическая борьба Богдана Хмельницкого и его сторонников против польского государства. И тогда, когда эта волна поднимается все выше и выше, Хмельницкий уже идет за обстоятельствами, он идет уже за этими народными настроениями, народными, действительно, беспякного привлечения. И сейчас я вот скажу как раз об этих народных настроениях. Оказывается, русское правительство постоянно встречало на Украине со своими владениями беженцев из украинских земель, начиная где-то с 10-х годов 17-го века. И этих беженцев расспрашивали. А иногда посылали туда и лазутчиков. А иногда расспрашивали просто проезжавших в Москву монахов. А иногда расспрашивали местных или греческих, или приехавших с Балкан купцов. Мы обнаруживаем, что более частым мотивом оказывается... Мотив следующий. Мы, говорит, видим, что на Украине, или в Украине, как сейчас иногда говорят, зреет недовольство ляхами. А почему зреет недовольство ляхами? А потому что ляхи хотят ломать нашу православную веру и насаждать свою новую юнию. Буквально употребляется термин юния. То есть веру, которая с точки зрения вот этих простых людей, людей из средних слоев, является не их, не православной, а вот католической. Они не хотят. Ну и, соответственно, у нас есть целая серия вот таких источников, входящих откуда? Исходящих буквально из народной среды. И мы видим, что происходит. То есть получается, у нас есть все основания утверждать, что постепенно на протяжении где-то 50 лет или 40 лет зрело недовольство тем, что изменился религиозный режим. В это же самое время вся Европа, западная и центральная, разрывалась буквально на куски страшными религиозными конфликтами. То есть это было время религиозных войн. И вдруг оказалось, что на украинских просторах тоже разрождается религиозная война. И вот что же происходит вот после этого? Религиозная война, переплетенная, конечно, с социальными требованиями, поднимается все выше и выше. Польское правительство тоже мобилизуется. Бывают поражения у казацкого войска, бывают победы у казацкого войска. И тогда, когда вот ситуация стала неустойчивой и победы чередовались с поражениями, Хмельницкий и его окружение оказываются перед дилеммой. Или продолжать, в общем-то, все более и более тяжелую борьбу с польским государством в одиночестве, и видеть при этом, что польское правительство и католическая церковь не хотят идти на уступки. Или же обратиться к московскому царю. И решили они обратиться к московскому царю. Можно предположить, есть основания даже утверждать, а не предположить, что Хмельницкий и его ближайшие сотрудники думали о том, чтобы найти в лице московского царя союзника военного, который поможет в борьбе с поляками. А может быть, им тоже были важны вот эти религиозные мотивы наряду или национальные мотивы наряду с мотивами политических. Но если мы берем снова вот эти голоса, идущие из народной среды, то обнаруживать, что этот народ ликует от того, и дальше мы тоже должны признать, что они будут под православным царем. В данном случае они не монархисты, не потому что они хотят быть под царем, а им хочется быть под православным царем. И московское правительство идет им навстречу. А после этого начинается еще, сколько получается, еще до 67-го года, 13 лет, да, постоянной вот этой войны уже между московским войском вместе с казаками и, соответственно, польским войском, литовским войском. Московское войско почему-то вдруг не хочет идти освобождать предднепровские территории. Но, тем не менее, война продолжается, и она завершается примирением уже между кем? Между, соответственно, Московской Руссией, русским государством и польским государством в 1667 году. А казаки, а они образуют теперь на территориях Украины тех, которые лежали к востоку от Днепра, и которые называются левобережьем Украины, и на территории непосредственно вокруг Киева, они образуют теперь свою автономную область, где? Внутри московского государства. И они вот много-много десятилетий на левобережной части Украины, на левом берегу Днепра, вот живут в условиях гетмоната. Это государство, которое построено вот по принципу, ну так сказать, военной корпорации, которая является одновременно главой государства. Там собираются налоги, там вершится суд, там создаются школы, там поддерживается жизнь приходов, там делятся земли, закладываются, дарятся, покупаются. И фактически, действительно, это надо понять, внутри русского государства вдруг образуется автономная территория, то есть судьба Украины и Белоруссии кардинально меняется. И дальше вот возникает вопрос, которым мы, видимо, будем уже завершать нашу лекцию. Я просто хотел бы вернуться к точке отсчета. Вначале, я еще раз говорю, конец 16, начало 17 века. Тишь, благодать, замечательно, все здорово, все мирно и кто доминирует в этой части Европы. Здесь господствует польско-литовское государство, польские короли. И что мы наблюдаем на протяжении последующего времени польское государство почему-то слабеет, отступает. Во время Северной войны, про которую вы прекрасно много знаете, во время сначала поражения, а потом побед Петра Первого, особенно победы под Полтавой, русское правительство Петр Первый фактически устанавливает протекторат над польско-литовским государством и руководствуется при этом, ну, во-первых, такими державными устремлениями, которые вообще присущи правителям того времени, а во-вторых, той идеей, что, в общем-то, можно было бы включить в состав российского государства украинские и белорусские земли. И это происходит потом в очень драматических обстоятельствах второй половины 18-го века, когда вот в условиях Первой русско-турецкой войны начинаются всякие сложности внутри польской политической жизни. И Екатерина, и Фридрих Второй Прусский, и австрийское правительство добиваются того, что от польского государства отделяются в значительные территории и на юге, и на западе, и на востоке. Россия получает значительную часть белорусских земель. И вот потом происходит второй раздел Польши, после которого отделяются от польского государства еще больше земель. И польская шляхта, польская знать, польские люди просто устраивают восстание против такого произвола. Это восстание оборачивается для Польши еще худшим исходом, потому что в 1795 году по общему соглашению австрийского, российского и прусского правительства польское государство вообще исчезает с политической карты. И кто приходит на его место в истории Восточной Европы? Приходит Россия. Понимаете? Ну, я последнее скажу, что мы должны понимать, что, конечно, история могла развиваться по-разному. Но то, что мы увидели во всех этих событиях 17 века, второй половины 17 века, 18 века, оказалось, что действительно между украинской культурой и белорусской культурой тоже, поскольку они культуры православные, поскольку в их основе лежала определенная историческая память, определенные исторические и социальные традиции. Вот оказалось, что эти все события выявили действительно глубокое родство, натуральное, естественное, само собой разумеющееся родство между культурой украинских земель, культурой белорусских земель и культурой русских земель. И какие бы сложности ни были, вот это культурное родство между восточными славянами в Белоруссии и белорусами, восточными славянами в Украине или на Украине украинцами, и восточными славянами в пределах Российской Федерации, в России, оно велико очень, оно решающий фактор. Ну и, соответственно, то, что мы с вами сегодня видели, это мы видели так, как вот это культурное родство трех народов в перемешку с религиозными, социальными, политическими обстоятельствами привело к гигантским переменам в жизни всей Европы в 17-18 веке. Спасибо за ваше внимание, желаю вам всяческих успехов в вашей учебе и, соответственно, в последующей деятельности.